Прошел год с нашей последней встречи. Что нового за последний год? Какие результаты вам Валикуму ассаляму. Во-первых, мы очень рады приветствовать вас в нашем любимом городе, в нашем уже неизменном проходящем 11 год подряд мероприятии Казан-Самит. Наверное, благодаря таким площадкам нам удается так из года в год собираться тут всем многим и обсуждать. Пока, к сожалению, просто обсуждать. Тем не менее, в этом тоже есть определенная польза. Обсуждать тему исламских финансов, исламской экономики и вообще, в принципе, исламского бизнеса. Встречи, да, они могут быть удивительными согласными. Да, потому что за год все равно какие-то идеи, какие-то новости возникают, какие-то мысли появляются, которыми, в принципе, на этой площадке очень удобно делиться, рассказывать, в принципе, коммуницировать. Если говорить о нас, о финансовом доме Амаль, то 2018 год, аль-хамдуля, у нас прошел очень хорошо. Основной, наверное, показатель финансовых учреждений – это размеры портфеля. Так вот, можем поделиться, может быть, немножечко похвастаться тем, что наш портфель за прошлый год вырос в два раза. Это хорошие показатели. То есть у вас в прошлые разы был примерно такой же, в прошлые годы, или в этот раз сильно привычный? Да, да, да. То есть у нас, вот мы наблюдали ежемесячно за темпами роста. У нас мы достигали какого-то определенного уровня, потом у нас там понизился, но с какого-то момента, там, начиная, может быть, с весны прошлого года, мы уже фиксировали рекорды. То есть каждый следующий месяц он был рекордный, он шел в определенный рост. Вот. Говоря, если говорить о текущем году, о 19-м, конечно, хотелось бы, но мы, наверное, уже не ожидаем такого стремительного роста. Но, тем не менее, темпы роста останутся. Планируем 30-50%, если Всевышний пожелает, по портфеле подрасти. Вы думаете, это заслуга вашей инвест-политики, да, то есть привлечения инвестиций, или какая-то общая ситуация на рынке, что люди стали больше доверять, или больше искать новых возможностей, или больше к халяне ориентируем в плане инвестиций? Я считаю, что этому способствуют несколько моментов, как раз-таки те, которые вы перечислили. Это все в совокупности. Это все в совокупности, да. Потому что, если говорить про нас, то 9 лет – это все-таки определенный период, определенная история. Поэтому к нам уже больше доверия, больше людей к нам обращаются. Есть определенная известность, определенные упоминания. И это мы наблюдаем не только в части, там, известности населения, да, но и в части каких-то властных структур, госструктур. Потому что, ну, эти мероприятия показывают, когда ты знакомишься, люди говорят, да, да, мы вас знаем, наблюдаем за вами, слышали про вас. Также к нам приходят инвесторы, которые давно уже присматривались, вот, наконец, там, решились и сделали вклад определенный. Ну, тем не менее, велик процент тех, кто еще о нас не знает, некоторые приходят, удивляются, даже с нашего города говорят, а мы не знали, что вы существуете. Поэтому, ну, тут такая двоякая, двоякий момент. Ну, следующей причиной – это, наверняка, конечно, стало то, что в последнее время все больше и больше говорят об исламских финансах, и вы, как никто другой… То есть, общий фонд. Да, общий фонд, да, 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 поэтому… А мы всегда призываем, у нас там вклады 10 тысяч рублей начинаются, чтобы люди-хозяева понялись и соприкоснулись с этим. Чтобы пошло привычку. Да, 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 потому что слышать – это одно, а попробовать – это, ну, немножечко другое. Какая у вас доходность по итогам года? По итогам года максимальный показатель у нас там подрос, если у нас было там до, ну, около 12, то сейчас там 12,4 показатель. А если говорить о среднем показателе, то это порядка 8%. То есть, средний показатель, наверное, на том же уровне, да, остался? Примерно, да, 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 примерно. Чем больше вклад, тем больше доходности? Да, 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 разумеется. Чем больше вклад, тем больше доходности. Но у нас, я знаю, повысили минимальный уровень, с которым у вас доходность? Нет, у нас по некоторым инструментам, по некоторым продуктам, точнее, также 10 тысяч осталось. То есть, мы думали поднять. Все-таки хочется, чтобы исламские финансы, вклады, инвестиции были более доступны для людей, для населения, поэтому решили оставить. Так же, у нас был определенный рост год или два назад, начальный заход был 5 тысяч рублей, а у нас там 10 тысяч рублей, с тех пор не меняли. У нас появились новые, по старым продуктам появились более долгие сроки, поэтому 2-3 летние. А у вас есть такое предложение для инвесторов, как, например, мини-рисковый портфель, более рисковый портфель, или у вас общий портфель? Да, это общий, скажем так, общий пул всех инвестиций, из которого, соответственно, мы финансируем. И опять-таки, политика финансирования у нас осталась неизменной, то есть, это, как правило, консервативная, все финансирование у нас закреплено залогами, поручительство присутствует, поэтому... Сейчас, буквально 2 дня назад, Акбар с Капиталом анонсировал запуск халяльного пифа. Как вы думаете, это как-то повлияет нашу клиентскую базу? То есть, есть вариант оттока, не знаю, лиценных средств в сторону такого финансового инструмента, которым вы не занимаетесь? Наверное, это отток будет не наших клиентов, а, возможно, это будет отток традиционных банков. Не ожидаем, конечно, что это там, например, так агрессивно зайдет на рынок, но, тем не менее, какой-то отток будет. Вы тоже не стоите на месте, вы тоже анонсировали новый продукт, да, мелкая потребительская срочка. И мой вопрос, скорее, заключается в том, почему вы не делали этого раньше? У нас, на самом деле, этот инструмент был, но потихонечку, с самого начала, когда Амаль там возник, и там первые годы, и финансировали, у нас было мелкое финансирование. Но постепенно бизнес-структура, ориентированность поменялась в Амале, и мы поняли, кто наш клиент, на кого нам стоит ориентироваться. Это преимущественно малосредний бизнес, и весь акцент, соответственно, мы начали делать на него. Но, тем не менее, как я вот рассказывал на презентации, к нам все-таки поступали запросы, и поступали запросы по двум каналам. Первый канал – это были сами потребители, да, которым требовалось мелкое финансирование, да, на улучшение потребительских нужд, такие, как, например, там, бытовую технику, там, какие-то строительные материалы, да, на небольшую сумму купить. И второе – это сам бизнес вращался ввиду того, что, как это проявлялось, да, в том, что некоторые предприниматели реализуют более дорогие товары, которые, там, рядовому покупателю сложно, там, за один раз приобрести. По понятным причинам они не реализовали эти продукты через банки, поэтому, ну, было определенное стопорение. То есть просто в стороны клиентов, в такси, в стороны бизнеса, которые выдают? Да, 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 которые реализуют эти товары этим клиентам, поэтому мы откладывали, откладывали этот момент, но все-таки пришли к тому, что необходимо запустить. Запускаем его под отдельным брендом, называется «Икора». Предварительно, пока планируем работать на рынке Татарстана, преимущественно Казани, а там… Это будет что? Это будет основная электроника, бытовая техника? Это любые товары потребительские, которые, там, не являются… Во-первых, которые не противоречат нормам шариата, да, не какие-то запрещенные вещи. А во-вторых, которые не являются предметом роскоши. А что, какой здесь ценз, да, какая градация для предмета роскоши? Что считается? Вот айфон считается роскошью? Айфон, если последней модели и, там, с минимальным первоначальным взносом для человека, для студента, или для которого уровень зарплаты, там, ну, не очень высокий, да, то… У вас есть какой-то калькулятор, то есть человек может разбить свои данные и посмотреть, он пытается купить предмет роскоши. Да, 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 да. То есть у нас будет определенное ограничение на покупку тех или иных товаров. да и вот исходя из этих параметров мы в прошлое и когда во время работы амаля когда маль финансировал точнее по мелкую розницу мы отговаривали некоторых наших клиентов от приобретения возможно завышена до каких-то постельности да 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 вот я как раз хотел сказать чтобы мы предварительно пришли к соглашению с сетью и видео эльдорадо они насколько вы знаете там с недавнего времени объединились и не владеет один собственник что при помощи пока только по казани сейчас показать татарстан то только пока показать татарстана тестово будем тестировать этот продукт и там будет определенный спрос то уменьшало возможно дальше масштабируй тиражей диапазон финансирования чисто финансирование от 10 тысяч рублей до двух лет сроки от трех месяцев до двух лет понижение идет мы стремимся мы прикладываем к этому усилию ндс повысился но уже все равно ставится к возмещению то есть наши клиенты они приобретая через ндс они не теряют сейчас как вы знаете прорабатываем вопрос коммерческого договора коммерческого кредита который тоже позволит мешало я надеюсь ближайшем будущем снизить стоимость наших услуг да по причине снижения налоговой налоговой нагрузки поэтому этому также поспособствовало снижение а увеличение портфеля это позволило нам потихонечку понижать наши наши суммы на самом деле наценка она колеблется то есть не какая-то фиксированная колеблется в плане естественно фиксированный период действия договора она колеблется зависимости от того что приобретается какой предмет на какой срок какая сумма есть определенный диапазон процесс реализации такого продукта бизнеса он там не является таким он не работает так как работает с рознице да там путем каких-то лозгов там и так далее да какую-то рекламу что там без приплаты или там с пониманием такая-то ставка то есть на самом деле все везде подход индивидуально все зависит от того каждый проект каждый наш клиент и каждая его закупка той или иной там техники для оборудования или недвижимости тех или иных актив каждый раз мы подходим индивидуально смотрим для чего приобретается как будет использоваться какие сроки погашения поэтому можно сказать каждый каждый сделка это отдельную отдельная история у нас изменился минимальный минимальная сумма если мы финансировали от 300 тысяч не ошибаюсь то у нас сейчас сделки от 500 тысяч максимальный показатель он увеличился он также остался 40 миллионов на одного клиента сроки в принципе также остались до трех лет ближайший год диапазон там около миллиарда рублей миллиард сто еще будет сложно да 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 конечно здесь вопрос условий привлечения этих средств на какой срок они будут привлекаться и вот например говоря наших коллегах из альбарсбанка они сейчас запустили халяльную ипотеку самом деле это очень удобный востребованный продукт так как наше финансирование максимально до трех лет поток заявок звонков именно на жилищных финансирования очень высокий и этот продукт я думаю будет очень востребован очень востребован это имеет смысл даже за запуска привлечения таких инвестиций запуска нового продукта но опять-таки миллиард рублей для жилищных финансирования это это небольшая сумма на самом деле да разумеется то есть при привлечении такой какой-то каких-то определенных сумм естественно даст возможность запустить какие-то новые продукты ну все зависит от условий с тех пор ничего такого интересного что можно было бы рассказать да не произошло по крайней мере не припоминаю среднем шрицкий контроль отвечает очень быстро то есть этого просто если сделка простая это менее часто занимает времени есть какие-то сложности берется время ну то есть это немного течение по полудню у нас клиенты которые занимаются производством продуктов питания сельскохозяйства есть в последнее время этот сектор увеличивается и выход за пределы татарстана тоже позволил нам получить таких клиентов но для них единственно приобретаем хотя нет хотя нет да действительно мы приобретаем для них вот и не сельхозпродукцию какое-то сырье до зерновые сахар мука вот такого рода за последний период не припоминания ну по крайней мере возможно при и пополнение оборотных средств да но для закупки оборудования там объектов недвижимости мы всегда можем подставить свое плечо мне в принципе всегда интересно реализовать создавать прецеденты каких-то новых продуктов да каких-то инструментов которые у нас еще широко не используются но хочу сказать что постепенно мы увеличиваем долю по стандартам по договорам мударова финансирование да и на финансирование у нас есть до прецедент у нас есть примеры и примеры успешные сожалению это пока не массовый продукт это единичный именно с теми клиентами которых ну во первых это надо с нами работать не один год то есть мы должны понимать кому мы с кем мы заключаем договор нет 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 не обязательно не обязательно открывать вклад то есть те с кем мы работаем по мудараби мы с ними уже неоднократно проводили сделки по мурабахи мы знаем их ответственность их отношения к долговым обязательствам да их финансовой дисциплины потому что это очень важно так как мудараби является высокорискованным к сожалению пока инструменты это что во что то с чем мы уже то во что мы проинвестировали это проекты были связаны с нефтехимической отраслью проектная то есть проектной организации что еще до максимально до года максимально и как правило все наши клиенты они работают с государственными органами госконтракт поэтому тут здесь определенных гарантий нет нет мы не говорим про стартап и не говорим про стартапы нет это уже устоявшийся действующий бизнес в рамках него как раз да но я на самом деле не соглашусь что мудараби она подразумевает что-то новое любому шарик возьму потому что стандарт они же позволяют заключать эти контракты уже по действующим да 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 же проблемы с этим или под какие-то уже действующие операции скажем так сделки так далее там что вы думаете о перспективе создание некой ассоциации участников аренда сам скопленсированной россии тема обсуждалась все признают актуальность но пока скажем так пришло ли время как как говорили многие спикеры на прошедшем казан саммите объединяясь мы всегда выигрываем как потребители так и поставщики участника рынка исламских финансов поэтому вопрос в том когда нужны это объединение то вторичный вопрос на в том что они нужны может быть не сегодня но завтра я в этом совершенно убежден этому этот опыт образец этому являются там создание таких ассоциаций там ассоциации российских банков да например весь определенное объединение такие как сация предприниматель мусульман международная ассоциация исламского бизнеса и мы видим пользу мы видим пользу объединение в объединение на таких основаниях да поэтому может быть сейчас еще пока рано об этом говорить но предпосылки уже какие-то мучаются говорить не нравится слова или он такое называется private club такой некий закрытый клуб там на самом деле предприниматели разного уровня там нет какой-то такой определенной элитарности в том понимании в широком понимании этого слова на самом деле это это на самом деле определенная польза ввиду того что это ежемесячные встречи это определенное знакомство определенный нетворкинг если говорить про нас как про финансовый дом амаль то там в принципе наш аудитория да так как мы занимаемся финансируем и работаем с малым средним бизнесом также хочется сказать про международную ассоциации исламского бизнеса да что их объединение тоже несет определенную серьезную пользу как самим участникам мы мы туда не входим пока пока не входим но если нас пригласят с радостью спасибо марка ламфика желаю вам успех на дальнейших и надеемся что через год у вас еще как минимум два раза вылезет портфель ламфика иншалла будем ставить полик сарам ламфика иншалла